Добрый вечер, уважаемые земляки! Сегодня мы, как всегда, будем говорить о главных событиях, о том, что больше всего нас волновало прошедшие две недели, о наших планах на ближайшее летнее время. Начну по порядку. Одним из главных событий, конечно, было событие сессии Совета депутатов нашего Наукограда, которая состоялась 17 мая и традиционно рассмотрела большой круг вопросов. Среди них, прежде всего, отчет об исполнении бюджета за 2016 год и первого квартала 2017 года, выполнение наказов избирателей проанализировано и уточнен план мероприятий по реализации этих наказов в 2017 году. Это в основном связано с тем, что часть из них перекочевали в 2017 год в ожидании программы областной федеральной безопасности и качества дорог, о которой я скажу чуть позже. И многие мероприятия мы на другом уровне уже выполним с учетом и ваших пожеланий, возможностей этой программы. Конечно же, традиционно мы уточняли корректировку бюджета на 2017-2019 год. Наш трехлетний бюджет текущего года в основном связан с тем, что уточнялись размеры субвенций из областного бюджета. И вот, в частности, два миллиона дополнительных средств, которые после уточнения статьи освободились, были направлены депутатами на, в основном, на ремонт образовательных учреждений, текущий и срочный, который возникает ежегодно. На этой же сессии произошла смена руководителей нашего контрольно-осчетного органа. Совет депутатов утверждал несколько раньше, и вот сейчас Панченко Михаил Юрьевич по собственному желанию уволился на его место, руководителя контрольно-осчетного органа нашего совета, избрана Савенкова Никитина Александровна, работавшего раньше заместителем начальника нашего правового отдела. Ну вот, надеемся, что она как раз будет эффективно работать на этом посту, так ей доверили депутаты. Вторая тема, о которой я, конечно, хотел вас проинформировать, это, естественно, дорожная тема. Летом она жаркая, всегда бывает, но в этом году мы вдвойне напрягаемся. Во-первых, нам удалось войти в разные дорожные программы, и не теряя времени, уже с апреля-мая мы вели подготовку и реальные работы, пользуясь и нашим устойчивым теплом в это время. И вот с хорошим подрядчиком Дорси Плюс мы завершили буквально вчера долги прошлого года, большой объем асфальтовых работ. Это, прежде всего, и седьмая объездная дорога от Вектора до полигона. Участок ее половинный в прошлом году не был завершен. Сейчас верхний слой асфальта уложен, осталось обустройство обочин. Кроме того, улица Вознесенская и Молодежная получили такое мягкое асфальтовое покрытие. То же самое завершение работ проведено буквально вчера на пятой дороге вдоль 28-го дома, обустройство парковок и площади перед зданием проспекта с выходом на проспект Сандахчиева. Ну, а главная забота наша этого года, и она очень ответственная, поскольку контролируется и федеральными органами власти, наша федеральная областная программа безопасных и качественных дорог, которые вошли в нашу агонерацию на Сибирске, мы говорили, 2 миллиона рублей эта программа в этом году притягивает, поэтому эта тема звучит и постоянно на всех совещаниях и на форуме Сибири на этой неделе. Вот буквально сегодня, даже в воскресный день, губернатор проводил совещание с муниципалитетами, вошедшими в эту программу, Кольцово, Берск, Новосибирск, ОПИ, Искитим, ну и ТУАТ, которые межмуниципальными дорогами занимаются. Все эти объекты под контролем, и мы тоже отчитывались о том, что достаточно расторопно провели большую часть торгов, и контракт уже по основным работам реализуется достаточно успешно, здесь у нас сомнений нет. Торги выбраны в Дорси Плюс, фирма серьезная, примерно до середины июля они со своими подрядчиками обещают все завершить. Небольшое недоразумение получилось у нас по освещению, на 3,5 миллиона рублей мы перезапрещали контракт, поскольку не хотели ронять качество по тем светильникам, которые должны появиться на наших дорогах, и вдоль 5-й дороги, и в Новоборском микроавене, и часть светильников на проспекте Сандарчеева заменена будет. Поэтому здесь мы прошли даже на расторжение и перезаключение объявления нового конкурса, но в сроки до августа мы с реализацией этого объекта укладываемся, тем более он незначительный по объему, но основная наша работа связана как раз с обустройством большого тротуарного пространства. Неслучайно уже в мае активно работают несколько групп субподрядчиков, достаточно успешно готовя к асфальту большие площади тротуарных пространств, и эта работа будет проделана по установке бордюрного камня прежде всего, ну и, соответственно, организации ограждений, автобусных остановок, пешеходных переходов по уже стандарту островков безопасности, вокруг старой, около старой площади, вблизи первого детского комбината. Так что объем работ большой, и мы надеемся здесь и область, и федерал их не подвести, но самое главное, вы, уважаемые кольцовцы, должны почувствовать вот все это уже к середине лет. Еще одна дорожная тема звучала на освещании заместительного министра Уракова Евгения Ивановича на этой неделе. Касалась она как раз передачи освещения дороги КСМ «Вектор». Это часть дороги с переплески АБК до промзоны, и промзоны дальше до окончания промышленной площадки «Вектора». «Вектор» отказывается и не имеет возможности восстановить эту линию, и предлагал муниципалитету принять. Мы в свое время передвинули это на область. Область не считала возможным в таком состоянии, не отремонтированном, ее принимать. Но вот обсуждение с учетом прихода на этот перекресток, вторую очередь депутепровода в современном формате, естественно, с освещением. Через некоторое время нам удалось в связи с этим убедить область так серьезно вернуться к этому вопросу, после того, как поручено «Вектору» дозавершить инвентаризацию этой линии, уточнить, какие опоры и в каком состоянии находятся, решить вопрос по землеотводу под каждой опорой. И после этого область возьмет к рассмотрению вопроса передачи на областное ведение и, соответственно, с последующим обустройством уже в современном формате этой линии, которая, безусловно, будет продать вторую часть путепровода и открывать путь на линию спередневского направления. Кроме того, на этом совещании мы приняли решение, что принципиально согласились принять тоже в муниципальную собственность дорогу от бывшего переезда до ГППЗ, но только после того, как область произведет модернизацию ее лесной части с обустройством тротуаров и подклювением контура этой дороги и, соответственно, поведет серьезные ремонтные работы по асфальтированию дороги до ГППЗ в дополнение к тем тротуарам, тротуарным маршам, которые мы выполнили в прошлом году. Такая договоренность достигнута. Принято решение в 2018 году сделать проектирование и, если успеем, может быть, зайти в этот проект, ну, либо его реализация в 2019 году. Это тоже наши долгосрочные и давние планы по модернизации лесной части, ее спрямление с обустройством тротуаров, что тоже скажется на нашей аварийности и качество обслуживания. Следующая тема, которая тоже горячая и в центре нашего внимания, и в центре федералов, и областных властей, а также даже партийных активистов. Единая Россия и Народный фронт здесь такими общественными контролерами этой программы-кураторами являются. Это парки, обустройство дворовых территорий и центральной волшебной зоны. Мы получаем определенные ресурсы, которые даже на этой неделе удалось договориться и будет изменение в бюджете, добавление серьезных назначений в Кольцово, для того, чтобы мы могли серьезно поправить наш парковский проект в соответствии с современным новым проектом, который даже будет представлен на российский конкурс. И центральная ландшафтная зона от памяти Косандахчиева до бизнес-инкубатора вот с этим поворотом, на месте которого еще появится композиция «Молодая Сибирь». Кроме того, вместе со спонсорами мы обсудили партийное завершение работ по скверу у торгового комплекса «Горожанка». Здесь темп повыше. В течение июня месяца обустройство должно быть завершено и этот объект будет открываться. Ну а вот на парковых пространствах мы будем работать до самого октября, хотя большинство работ, наверное, будет все-таки в июле-августе выполнено. Здесь нас связывают и необходимость проведения конкурсных процедур, заключения контрактов. К сожалению, 44-й закон усложняет процедуру вхождения подрядчиков даже при имеющихся ресурсах. Тем более, часть осигнований, я сказал, будет уточняться дополнительно еще и на южной сессии областного совета. Но я думаю, что основные работы с привлечением внебюджетных средств будем начинать уже скоро. Важный совет по инвестициям прошел под руководством губернатора Виктора Владимира Владимировича Городецкого. На этой неделе он рассмотрел инвестиционный климат Новосибирской области и, кроме того, несколько конкретных инвестиционных объектов получили поддержку. Среди них первым был наш проект «Ангиолайн». Это фирма, производящая сердечные зонты. Просто говоря, она начинала когда-то как один из самых успешных наших стартапов в бизнес-инкубаторе. Нарастила мускул даже у нас. Из одной-двух комнат выйдя в целое крыло нашего здания, но и этого ей было мало. Она ушла на некоторое время в Академгородок, где в специальном корпусе тоже наращивала свой потенциал. И вот сейчас, после того, как сердечный наш зеленый парк около клиники Мишалкина сорвался по реализации этот проект, она уже пришла по нашему давнему предложению, вернулась в Кольцово и будет строиться недалеко от нашего центра коллективного пользования, в Секлянной гусенице, тоже на центральном месте. Вот такой проект, 250 миллионов вложений будет делать сама фирма. Поэтому это тоже здание в 2017-2019 году будет построено. Ну и еще примерно столько же средств войдет на оборудование, поэтому проект очень интересный и, конечно, еще один бизнес, резидент биотехнопарка будет развивать нашу территорию. На слово хотел сказать о важности и конференции МПЦ будущего, которая прошла в Санкт-Петербурге. Я в конце прошлой недели принимал участие, погрузился в эту тему, поскольку мы тоже строим МПЦ, и эта тема сейчас чрезвычайно важна для России. Вы знаете, большая часть Госсовета недавнего по руководству президента была посвящена этому обсуждению, и статистика, около 90% граждан России положительно оценили вот этот проект, эту возможность решать многие вопросы через обращение в МПЦ по принципу одного окна. И, конечно же, было понятно, почему со всей страны съехали специалисты, руководители, представители разных наработанных уже удачных практик, анализ их вел им МинЭК и администрация Ленинградской области, которая выступала тоже одним из инициаторов этой дискуссии. Ну и, конечно, обсуждали тренды развития этого дела. Нам это тоже важно, поскольку у нас МПЦ сейчас набирает силы, пользуется популярностью, но находится, конечно, в сложных условиях, поэтому не случайно уже и на этой неделе мы обсуждали с руководством области возможности помощи муниципальному образованию по завершению строительства восьмиэтажного здания, точнее, с выкупом или сдачей аренду одного-двух этажей для нужд администрации и МПЦ, для того, чтобы все наши граждане имели возможность хорошо обслуживать, прежде всего, МПЦ и попутно здесь же решать вопросы и нашей администрации, подреждения которой разбросаны неудобно для населения уже много лет в разных местах, поскольку и наши полномочия, и население выросли существенно за это время. Так что вот тенденции развития МПЦ обсуждались, серьезно обсуждался и виртуальный аспект развития этого дела, поскольку и молодое поколение, и время требует других подходов, многие вопросы будут решаться через личные столы и через интернет-обращения. Произойдет и миграция ряда функций муниципалитетов в сторону МПЦ, поскольку эта процедура будет прозрачно и профессионально организована именно там, поэтому мы активно в этом процессе тоже будем участвовать. Ну, два слова скажу, что прошли на этой неделе и последние звонки, традиционно прошли интересно, творчески, и в 21-й, и в 5-й школе, 37 в одной и 53 в другой, выпускника готовятся к сдаче ЕГЭ, и затем уже поступление в разные вузы нашей страны. Приятно, что ожидаем около семи медалистов в двух школах, очень урожайный год на отличников, пожелаем им и всем ребятам успешной сдачи как раз ЕГЭ, по результатам которых, вы знаете, принимают и ждут разные университеты и другие вузы России, и поэтому, как говорится, ни пуха ни пера, я повторяю свое пожелание выпускникам, что я делал на последних звонках, напереди еще экзамены, школьные балы, ну, а потом уже поступление без экзаменов по результатам этого бала суммарного в разные вузы. Так что удачи вам, наши выпускники, ну, а мы, как я говорил на звонках, всегда ждем вас в Кольцовскую гавань, не просто в любимую школу, в любимый двор, в дом, где вас ждут родители, но мы ждем вас как специалистами в самых разных сферах, и в науку, вектор компании, в биотехнопарк, в школы, в больницы, в сферу услуг, во все самые разные сферы, так что набирайтесь опыта, знания, профессионализма, и мы ждем вас в нашем растущем Кольцово. Ну, говоря о летних проблемах, да, и о событиях этой недели, скажу, что заметным событием и явилось завершение конференции детской, детского творчества, которое проводило наше созвездие с участием многих представителей территорий других областных городов, и город Новосибирск, и Берск, и Скитима. Ну, и, конечно же, вот заметным событием стала международная конференция Евросоюза по интеграции отраслевых рынков с участием специалистов Армении, Казахстана, Киргизии, даже Вьетнама, которые собирались в биотехнопарке, в центре коллективного пользования и анализировали как раз общую проблему это организованное совещание Министерства промышленности Новосибирской области. Но приятно, что вот как раз биотематика по этим отраслевым рынкам звучала именно в Кольцово, и к этой же теме было посвящено и совещание этой недели по выработке предложений для наших китайских партнеров, поскольку к нам обратился Центр трансферотехнологий китайско-российский, который возглавляет один из вице-президентов Союза развития Новгорода Виктор Синьев, нам известный большой друг Кольцово, и мы сейчас будем делать еще одну попытку установления долгосрочных контактов по тем наработкам наших компаний, которые уже есть. Эту работу тоже мы ведем. Говоря о прошедшей неделе, не хотел вас проинформировать об одной тревожной информации, которую мы постараемся не повторять. Речь идет о проведении в прошлой пятницу таких гоночных заездов специальной категории любителей быстрой езды. Из города Новосибирска к нам около 300 машин наехали на свежий асфальт на дорогу за Вектором, что стало, конечно, напряжением и для наших правоохранительных органов. Ну и нам ни к чему такое переполнение наших окрестностей, тем более за промышленной площадкой режимного предприятия. Поэтому мы встречались с руководителями в ночном режиме, с руководителями этих гонок, организаторов, вместе с полицией. И я поставил задачу, что мы не приветствуем, мы не согласуем в каких условиях. Уже вторая попытка несколько лет назад была, такая попытка этой категории любителей быстрой езды поселиться здесь в Кольцово. Понятно, что есть такой интерес. Нужно искать вместе области и городу какое-то конкретное место, как раньше было на неработающей полосе взлетной, где они никому не мешали, или какой-то другой участок, согласован, нужно искать. Но такое переполнение, я думаю, что и вы не будете приветствовать, и такие неудобства нам ни к чему. Поэтому вот вчерашняя, позавчерашняя пятница уже прошла под нашим контролем спокойно, и я думаю, здесь мы будем придерживаться этой позиции. Ну и говоря о третьих событиях, хочу сказать, что много всяких спортивно-культурных мероприятий нас ожидает. Вот прошедшую пятницу, прошлую пятницу прошло еще интересное событие для нас, нестандартное. Сегодня мы его специально по свежим следам организовали. Это честное время в Доме культуры Новоборске, нашего вице-чемпиона мира, Сартакова Михаила, который серебром вернулся, вы знаете, из Беларуси, с чемпионата мира по тайскому боксу. Репортаж специально сегодня будет. Еще раз пользуюсь случаем, поздравляю Михаила и желаю ему закрепиться в сборной России и дальнейших успехов по славу России и нашего Наукограда. Ну и не буду повторяться, многие новости, а приятно, что их много хороших лауреатных фестивальных новостей в культурно-спортивной сфере в последней газете Наукоград-Вести. Хотел бы сегодня только напомнить, что мы входим в лето в буквальном смысле на следующей неделе. И 1 июня традиционно большой праздник, куда приглашаю вас, дорогие жители Кольцова, на самые разные площадки. Это и традиционно у ДШИ, наша центральная площадка, это и площадка парка, это и стадион, где будут разные веселые старты, это и биотехнопарк, где будет специальная выставка нашего научного объединения созвездий, Тольская школа. Это и открытие теремка нашего контактного зоопарка, который тоже в этот день начнет работу. Ну, уголок любимый многими мамами, папами, а самое главное, нашими юными гражданами. Так что следите за объявлениями, активно приводите ребятишек и сами заряжайтесь вот этим летним дополнительным запасом энергии, который всегда дарит нам этот день. С наступающим 1 июня, с летом. Ну, и не забывайте, что все это время открыт и парк, где уже и сегодня загорают, где мы тоже ведем большие работы, не только в рамках проекта, о котором я говорил, укрепление берегов, обустройство, видимо, пляжных, волейбольных площадок еще будет продолжено нами. Как всегда, открыт и полон страстей и здоровья наш стадион. Так что рядом лес, гуляйте, дачи, но не забывайте про клещи, о которых тоже напоминают на медики. Так что будьте внимательны к своему здоровью, к здоровью близких. Всего доброго вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok